8 голов за 2 матча попущены. Все-таки очень хорошее. Да, это много. Да. Привет. В МХЛ вчера кузнецкие медведи уступили на своей площадке авто 3-14. Такое ощущение, что еще чуть-чуть и мы потеряем богатый хоккейный регион. Полная деградация. Но ничего. В КХЛ будут узбеки, финны, англичану говорим. Красота. И через пару лет победа над сборной Чехии в рамках этапа Евротура будет признана большим достижением и страна начнет гулять пару дней. Сборная России обыграла команду Чехии в серии буллитов, но удовлетворения от игры совершенно нет. Упустить преимущество в две шайбы от довольно средней европейской команды это очень плохо. Опять же напоминаю, что на этапах Евротура мы проверяем конкретных людей, а не команду. Насколько ребята справляются с давлением, с тем, что в таких матчах меняется понятие третье-четвертое звено, так как там собраны лучшие хоккеисты страны. К сожалению, похвастаться нечем. Если тройка Шипачева еще держится на определенном уровне, то провал звена Семенова тревожный сигнал. Если бы нападающий авангарда провел на достойном уровне и нынешний этап, то он бы стал реальным кандидатом на поездку в Швейцарию, а сейчас он существенно понизил свои акции. Наверное, не слишком хорошая идея была брать на турнир Ткачевых, так как они только-только восстановились после травмы. В итоге питерский Ткачев разочаровал многочисленных скаутов из НХЛ, точнее даже не их, а представителей клубов Северной Америки, прибывших в Москву. Сегодня сборная России сыграет на открытом льду большого футбольного стадиона в Санкт-Петербурге против команды Финляндии. Соперник очень серьезный. Там вратарь за сборную забил больше, чем Антон Бурдасов. Этой ночью Егор Рыков завершил матч за Хартфорд с показателем полезности минус три. Надеюсь, это случайность. В НХЛ два российских хоккеиста получили травмы. Матч не смог доиграть Никита Кучеров из Тампы. Во втором периоде шайба попала ему в ногу, он ушел в раздевалку и больше не появился. Его команда снова проиграла. Особенно не шла игра у Сергачева и есть большая вероятность, что молнии не попадут в плывов. Это значит, что четвертый этап Евротура точно будет нашим. Не доиграл встречу Иван Барбашов из Сент-Луиса. Тренер команды заявил, что у форварда травма в верхней части тела, но о сроках восстановления говорить пока рано. К вечеру узнаем. Илья Ковальчук скоро-скоро получит свои деньги. Он поехал с командой в Питтсбург, но на лед не вышел. Как стало известно, он сам не может отказаться играть за команду. Точнее может, но это ухудшит карьеру Ковальчука. Так что нападающий будет ждать до последнего. Наконец забил Илья Михеев из Торонто, но вообще к его результативности надо относиться осторожно. Галы это приятно, но задача у форварда на льду немного другая. Впрочем, эта шайба пойдет на пользу воспитаннику авангарда. А Никита Гусев не забивает уже 13 матчей подряд. Завтра исполнится ровно месяц после его последней шайбы. Небольшой, но грустный юбилей. И последнее. Амур потерял игрока первого звена Томаша Загорной на 4 недели. Учитывая подбор хоккеистов у команды Александра Гулявцева, это ключевая потеря. Ничего, оставшееся время можно потратить на то, чтобы найти деньги. Долги-то погашены только за лето. До свидания. В смысле? Чем? Обещаниями?